Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Я снова с модными новостями. Мы сегодня посмотрим на витрины, их обновили и посмотрим, что модно, что нам предлагают носить. Обувь премьята была посоветована мне, моими зрителями, как очень удобная в своей коллекции обувь. Я наличием именно этой обуви похвастаться не могу, но от себя добавлю, что когда я обратила внимание на эту обувь, я действительно заметила, что очень необычные и красивые цветовые сочетания предлагает именно премьята. Вообще, красивые цветовые сочетания на белом фоне предложили очень многие марки. Я всегда подобные цвета называю цветами из мультика малышарики, потому что вот там такие очень нежные, деликатные цвета. Они между собой прекрасно сочетаются. Это не пастельные цвета, они чуть ярче, чуть насыщеннее, но прекрасно подходят к любому наряду как раз-таки за счет того, что обувь получается не светлой и не темной. И при этом, повторюсь, красивые цветовые сочетания, они всегда приятны взгляду, даже если это цвета на обуви. Очень много белой обуви, обуви светлых оттенков. Посмотрите, как интересно. Джинсы заправлены в сапоги, невысокие. И мы имеем очень интересный комплект. В прошлом году в этом магазине меня переодевали. Комплекты были наподобие тех, которые мы видим с вами на витринах часто. То есть они необычные, они действительно для фэшн смелых. В данном случае мы имеем фланелевую рубашку, платье-рубашку, надетую поверх джинсов и, внимание, поверх водолазки. Почему бы нет, как идея, очень даже интересно. При этом верхняя одежда, посмотрите, она достаточно короткая. Различные варианты обуви из овчины, искусственной, либо натуральной, крайне популярны. Это, кстати, витрина фэи, снова обувь, которая слегка похожа на обувь премьяту, либо премьята похожа на обувь фэи. Но здесь я хотела обратить ваше внимание на очень узкие силуэты, на очень узкие брюки. Узкие брюки либо возвращаются, либо очень активно представлены в этом сезоне. Их очень много. Узкие брюки нам предлагают заправлять в том числе в сапоги. Кстати, именно эти сапоги очень понравились моему мужу. Но лично я не люблю молнию на подобных сапогах, потому что они делают голенище более широким. Егору традиционно нравятся эти ботфорты. Они представлены из сезона в сезон в этой марке. И Егор каждый раз говорит, если эти ботфорты имеются на витрине, что это самая красивая обувь. Белое пальто. Белых пальто очень много. Белое пальто – герой всех витринных композиций. Так или иначе, белое пальто представлено уже можно с уверенностью утверждать во всех, абсолютно всех коллекциях. И, в принципе, за 400 евро, что для Италии достаточно недорого, можно уже найти хороший натуральный состав. Очень мне нравится эта формула. Я ее обсужу с вами в прямом эфире. Эта формула, посмотрите, верхняя одежда достаточно плотная, толстая. Видно, что пальто теплое. Поверх легкого слоя. Можно носить наоборот легкую верхнюю одежду, как сегодня на мне. Например, я в тренче. Поверх теплого слоя на мне свитер. По нему видно, что свитер меня хорошо согревает. Очень популярны костюмы, в особенности брючные. В особенности брючные костюмы в клетку. Из костюмов, которые мне понравились в этом сезоне больше всего, имеют хорошее соотношение цены-качеству. Это костюмы марки Пинко. Кстати, там представлены очень интересные костюмы из плотного трикотажа. Я заметила, что такие костюмы очень красиво садятся по фигуре. В особенности пиджаки и жакеты. Хотя о брюках можно сказать то же самое. Большое количество широких брюк, брюк Палаццо. Они отличаются, конечно же, защипами. Они часто могут иметь два и более защипа. Но брюки прямого кроя тоже очень популярны. Показываю сейчас вам витрину марки Мамони. Эта марка мне очень нравится. И именно в этом сезоне комплекты, которые они предлагают, нравятся мне в особенности. Посмотрите, какой интересный свитер. В Италии он называется бокси. И это не что иное, как свитер достаточно короткий и прямой. То есть он не приталенный. Подобный свитер очень красиво смотрится с юбкой. Любой заправленный частично, либо не заправленный. Посмотрите, как много вельвета. И, кстати, очень много юбок с разрезом спереди. И подобный свитер представлен также в этом комплекте. И такой свитер очень красиво смотрится с брюками Палаццо, либо с брюками прямого кроя. Снова вельветовые брюки. Но нас этим уже не удивишь. Вельвета действительно очень много. В основном это брюки и юбки, а также юбка-брюки представлены. А вот на что я хотела обратить ваше внимание, так это на подобные, кстати, очень характерные для марки Мамони. Не очень хорошо видно сегодня, потому что витрину засвечивает. Вот такие кафтаны. Они чаще всего выполнены из бархата в этом сезоне, но могут быть выполнены из ткани, которые напоминают парчу. В этом обзоре и в следующих обзорах их будет достаточно много. Снова узкие брюки. Очень заужены книзу. Посмотрите. Это говорит нам о том, что на самом деле в Италии любые брюки модны, популярны в этом сезоне. И чтобы дать нам это понять как можно нагляднее, продемонстрировать, посмотрите, рядом манекен в широких брюках прямого кроя. Но мне очень понравилась композиция, что называется «Не замерзни». Многослойная из трикотажа. Посмотрите, трикотаж с круглым горлом, поверх кардиган, поверх пальто. Кстати, тренды на мини-сумочки продолжаются. Этот тренд, который был обозначен очень явно этой весной, и до сих пор он, что называется, в силе. Еще один интересный момент. Это вот такая ткань, покрытая пайетками. Если не двигаться, можно не сразу заметить особенность этой ткани и характерный блеск. Кстати, мне очень понравилась юбка. Это снова пинко. Но подобную ткань мы видели с вами в прошлом году. И тоже в магазине, я примеряла в магазине Павин, костюмы брючные. И также была юбка, и также был пиджак. Вот с таким интересным напылением из пайеток. И Марина Ринальди в прошлом сезоне также предложила пальто середины бедра длины, низ которого был обработан таким же способом. Тюлевые юбки в Италии очень популярны. Это витрина магазина Туинсет. И для этой марки подобные компоновки, когда юбка очень женственная, кружевная. Возможно, с перьями, как мы видели этой весной, этим летом. А возможно, вот такая тюлевая. Это характерный прием для этой марки. Марка всегда миксует своих образов женственность. Женственность и некое удобство, женственность и некий романтизм, который уместен в повседневной жизни. При этом, посмотрите, предлагают и более спокойные, не характерные для этой марки образы. Например, белые брюки и просто свитер. Сегодня я в подобных белых брюках. Они для меня универсальны. Очень их люблю. И чувствую некую фэшн-вину за то, что все время практически только в них и хожу. Настолько они универсальны. Обратите внимание на интересный прием, который красиво смотрится на витрине и абсолютно нежизнеспособен в реальности. Это юбка-пачка, поверх которой надевается кардиган. И плюс кардиган завязывается на пояс родной, либо на ремень. Я предположила, что сзади для того, чтобы убрать лишний объем, который будет очень сильно полнить даже манекен, был применен трюк с несколькими булавками. Действительно, я заглянула, со спины видно, что этот кардиган заколот. Не пробуйте повторить этот трюк жизни, это будет очень некрасиво. Подобные юбки, они очень пышные, как правило, требуют укороченного верха, в том числе и укороченную верхнюю одежду. Либо верхняя одежда должна быть достаточно плотной и тяжелой, чтобы несколько сбивать объем тюля. Кстати, интересно, что в этих ансамблях нам предложены резиновые белые сапоги, универсально и нарядно. Я очень полюбила Марину Ринальди. Меня в прямом эфире спросили об открытиях. Какие марки велись для меня открытием? Это, конечно же, Марина Ринальди. Марина Ринальди очень сильно когда-то была похожа на Макс Мару. Сейчас Марина Ринальди, на мой взгляд, ориентирована совершенно точно на более молодых по возрасту клиенток. Она предлагает очень смелые вещи, очень смелые компоновки. И если вам нравится Макс Мара, я вам искренне рекомендую заглянуть в Марина Ринальди. Во-первых, там появились достаточно маленькие размеры. И цвета, которые представлены, модели, фасоны и ткани, которые используются, они, безусловно, смотрятся более актуально, чем Макс Мара. И если Макс Маре можно приписать такой недостаток, как то, что Макс Мара, одежда из Макс Мары, безусловно, прибавляет возраст, некую статусность, вместе с этой статусностью возраст, то Марина Ринальди более игривая, более смелая и более фэшн. Обратите, пожалуйста, внимание, что босоножки золотые надеты на черные колготки. Джинсы. Сложно сказать, какие джинсы на данный момент самые модные, но можно смело утверждать, что джинсы прямого кроя, возможно, слегка расклешенные, это джинсы, которые смотрятся очень актуально. Посмотрите, какое интересное решение. Поверх кардигана надет еще один более длинный кардиган. Вообще, кардиганы в этом сезоне активно присутствуют во всех коллекциях также, и можно говорить, что кардиган стал верхней одеждой. Он больше похож на пальто прежде всего за счет своей макси длины, а либо длины середины голени за счет того, что он стал очень-очень плотным. Искусственные дубленки, дубленки из натуральной овчины популярны. Мы с вами уже имели возможность в этом убедиться, и также очень много люрекса, но люрекс традиционно любим здесь в Италии. Люрекс и маленькие пайетки присутствуют во всех осенне-зимних коллекциях. Возможно, также потому, что люрекс пайетки смотрятся очень красиво и очень радостно, даже в пасмурную погоду, когда хотя бы ненадолго показывается солнце, и модницы выходят в подобной одежде. Кстати, пайетки, нашитые на ткань пальто прежде всего, это тоже, мне кажется, решение, которое способно порадовать модниц и всех, кто на них смотрит. Очень смелые, при этом очень итальянские образы, красный плюс белый цвет, красный плюс фуксия. Эти цвета и вообще сочетание красный плюс фуксия, это цвета сезона, безусловно, но здесь обращает на себя внимание скорее белое пальто. Как я уже говорила, белых пальто очень много. Шапки обычные, буду вам их показывать, потому что головные уборы интересуют очень многих. У них белые обуви, огромное количество, как и текстильных сумок. Текстильные сумки тоже представлены очень многими производителями. Костюм, еще раз костюм, посмотрите, как интересно и как красиво. Костюм в данном случае с мини-юбкой и снизу надето худи, что делает наряд очень сбалансированным, учитывая также, что к подобной компоновке ансамблю нам предлагаются очень женственные, открытые сандалии на каблуке цвета металлик. Вообще, очень интересная формула, я для себя, как любительница мини, возьму ее на заметку. Мини носить именно с худи и с красивыми сексуальными босоножками. Снова белые брюки, кстати, ремень, как я видела и показывала вам на рынке. Здесь же мы видим трикотажную базу, что является ничем иным, как имитация спортивного костюма из шерстяного джерси. Повезет, если стопроцентная шерсть, но бывает очень много из смесовых ненатуральных тканей. Подобные юбки на запахе, как будто бы плед, либо шарф застегнутый, либо запахнутый, либо завязанный на узел. Таких юбок очень много. И здесь, посмотрите, помимо того, что очень интересный комплект, снова с широкими брюками. Это снова брюки прямого кроя. Я обращу ваше внимание на то, что показывала вам на витрине марки Мамони. Это вот такие пальто или кафтаны. Их отличает, конечно же, ткань, не характерная для пальто, при этом вроде бы пальтовый крой. Их отличает также необычный очень часто рисунок. Такие вещи очень самостоятельны. И при всей их самостоятельности они легко дополняют любой комплект, легко в него вписываются. Я вам искренне рекомендую присмотреться к самостоятельному пиджаку. Уже рассказывала об этом. В моем случае это двубортный пиджак, золотые пуговицы, яркий цвет. А это может быть также вот такой кафтан, кимоно, либо пальто. Выполнены из бархата, либо из ткани, которая на ощупь напоминает плащевку. И может иметь очень яркий рисунок. Рисунок. Снова дубленки, снова белые брюки, снова кардиган с этническим принтом и вот с такой интересной обработкой края. Всего этого очень много. И смотрится это, вы знаете, достаточно классно. Подобный кардиган, они на самом деле за счет прежде всего рисунка и своей фактуры. Действительно смотрится очень фэшн, при этом смотреться, точнее смотреться будет хорошо, а стоит недорого. Вельвет, но здесь я обратила внимание на очень красивый прием с рубашкой, которую видно. Слева мы видим костюм. Костюмов очень много. Люрекс снова присутствует и на этой витрине, в виде трикотажа. Очень красивое сочетание бежевого и коричневого. Очень некрасиво сложены пальцы у манекена. Не знаю, почему многие как будто бы специально так складывают пальцы манекену. Кому-то, возможно, это кажется хорошей шуткой. Кому-то, кто оформляет витрину. Белая обувь. Ее много, но посмотрите, как красиво смотрится вот такой почти серый с бирюзовым. Я взяла для себя на заметку, потому что у меня есть пальто цвета мела и также у меня имеется трикотаж вот такого бирюзового красивого цвета. Здесь мы видим яркую сумку. Яркая сумка у нас теперь не является признаком летнего гардероба, атрибутом летнего гардероба. Она перекочевала и в осенне-зимний гардероб. Я зашла в манго и увидела вещь, которая, кстати, очень мне напомнила вещь с сайта Ушатавы. И нашла также вот такой, на мой взгляд, очень похожий жилет, который многим нравится. Я решила примерить. Очень красивые цвета прежде всего. Жилет был также в темно-синем, либо в черном цвете. Смотрелся не так выигрышно. И пиджак, который я меряю, примеряю, тоже был в темном, возможно, в темно-синем цвете, либо в черном. Ну что ж, примеряю вещь. Смотрится она куцевата. Я меряю размер S. Возможно, если бы я взяла L. Этот жилет смотрелся на мне бы лучше. На мне, правда, очень толстый свитер, а под ним еще тонкий свитер, чтобы не замерзнуть. Но могу сказать, что совершенно точно этому изделию не хватает длины. А взяв размер L, может быть очень широкая пройма. Примеряю вот такой жакет, который можно носить в том числе и с поясом. Я видела подобный вариант на одной из фотографий. Но могу сказать, что в Mango этот жакет из очень плотной ткани. Изготовлен ткань жесткая, она скорее будет топорщиться. Не было ремня подходящего, чтобы примерить и посмотреть, будет ли именно этот жакет смотреться хорошо с ремнем. Цвет очень красивый, но в целом то, как сидит вещь в застегнутом виде, мне не очень понравилось. Возможно, повторю, в застегнутом виде плюс ремень. Кожаный, широкий, это будет смотреться несколько интереснее. Продолжая тему Mango, покажу вам пальто Mango, которое мне очень понравилось. Оно выглядит шерстяным, но шерстяным не является. Шерсти там меньшее количество, чем остальных материалов. Но это пальто очень красиво смотрится. Оно красиво ложится по фигуре, красиво драпируется. И посмотрите, оно очень похоже на Max Mara Madame. В застегнутом виде его можно носить, конечно же, с поясом тоненьким, как в этом году предлагает Max Mara, либо более широким. Очень красивая вещь, красивый темно-серый графитовый цвет. Я уже показывала, как примеряла подобное пальто другой марки в белом цвете. Я рассказывала как раз-таки о пальто Madame. На белом цвете чуть лучше виден подобный фасон. Но, повторюсь, пальто Mango, которое я, кстати, не нашла в монобрендовом бутике Mango в Падуе, а нашла в Корнере Mango в другом магазине. Мне очень понравилось. Я его примерила. Плюс, повторюсь, шерсть там все-таки имеется. И это пальто я бы рекомендовала. Оно стоит в районе 150 евро. Никогда бы я не решилась внедрить в свой гардероб вот такие пальто, но они популярны. Они представлены на витринах. Я решила примерить. И вы знаете, могу сказать, что при всей моей нелюбви к подобной длине, я люблю либо укороченные вещи, либо прямо-таки середина голени и макси длина. Это пальто на мне мне понравилось. Могу сказать, что за те деньги, за которые она продается, учитывая, что это ненатуральный состав, оно стоит не очень дорого, в районе 250 евро. Это абсолютно стритстайлерский вариант. Так же, как и абсолютным стритстайлерским вариантом является, даже не знаю, пальто это либо кардиган, либо пальто-кардиган. Скорее все-таки пальто с этническим рисунком. Тоже смотрится очень эффектно. Не является шерстяным, поэтому вряд ли будет греть, но я думаю, что впечатление на окружающих модниц подобная вещь вполне может произвести. Два пальто, это и предыдущее, мне очень понравились. Повторюсь, соотношение цены, если уж не качество, то эффекта вау совершенно точно сбалансировано. Примеряю также вот такое пальто-кардиган, либо кардиган-пальто, опять сложно сказать, что это. Их тоже очень много. Эти изделия отличают также вот такой характерный пояс, выполнены, кстати, очень часто из хлопка и имеющие также этнические мотивы. Подобные вещи очень популярны, и мы могли их уже много раз видеть на витрине. Сегодня я одета вот так, и мне приходит очень много вопросов об этой юбке. Она почему-то... Ну почему? Потому что она красивая. Очень многим понравилась. Проблема лишь в том, что это не юбка, это шарф, который я беру с собой, который часто накидываю на плечи, либо ношу классическим способом. Потом, чтобы не носить подобный объемный шарф в руках, я его раньше вот таким образом крепила на сумку, но он постоянно падает. Сейчас как раз-таки он у меня и упал. Это было не видно, но он упал у меня. И чтобы не носить его на сумке, не держать его в руках, я часто закрепляю подобные шарфы в виде юбки. Вокруг юбки, либо вокруг брюк, либо леггинсов. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!